Ветеринарный паспорт для собаки, как указать вид. Чтобы отправиться в путешествие с четырехлопым другом, необходимо оформить ветеринарный паспорт для собаки. Правила, место оформления документа и срок его действия подробно описаны ниже. Что такое ветеринарный паспорт международного образца? Ведь паспорт – основной документ домашнего питомца. Он содержит данные о владельце его питомца, сведения о ветеринарных обработках, минимально необходимая информация, сведения о вакцинациях против бешенца. Заполняет все графы ветеринар. Паспорт международного образца может выглядеть по-разному. К сведению, отличительной чертой международного паспорта по сравнению с внутренним документом является повтор информации на английском языке. Документ нужен для питомцев, отправляющихся в путешествие. На основании его выдают остальные справки, необходимые для пересечения границы, в том числе и вид свидетельства по форме номер один. Его оформляют в ветеринарных клиниках, имеющих государственную лицензию, через месяц после прививки от бешенца. Важно, свидетель сваев номер один действует в течение пяти дней. Также в некоторых странах дополнительно требуют справку с переводом сведений о вакцинациях на язык, который является государственным в месте назначения. Зачем нужен вид паспорт для собаки? Перед тем, как отправиться путешествовать в РБ или другую страну с питомцем, нужно изучить требования, предъявляемые к ввозу и вывозу домашних животных. В разных странах правила могут отличаться. Отслеживать изменения можно на специально созданных сервисах. Также там можно найти другую полезную информацию, такую как список отелей, в которых разрешено размещение с животными, перечень ветеринарных клиник и прочее. Обратите внимание, метрика и паспорт – это два разных документа. Второй заполняется на основании данных из первого. Вид паспорт содержит фото животного и удостоверяет его личность. Сроки вакцинации и другие данные проверяют именно по вид паспорту. Поэтому при посещениях клиники рекомендуется брать документ с собой. В паспорт нужно вклеить фотографию питомца. Обязательно ли оформлять паспорта на животных? Паспорт для собак, кошек и экзотических животных оформляют по собственному желанию. Обязательных требований к получению этого документа в российском законодательстве нет. Ветеринарный паспорт для охотничьей собаки обязательно предъявляют на ветеринарном контроле при посещении других стран, в том числе Белоруссии, Украины или регионов РФ. Также собачий паспорт пригодится выставочным животным для участия в соревнованиях. Кроме того, вид паспорт помогает отслеживать медицинскую информацию. Важно, выдают его после первичной вакцинации или антипаразитарной обработки. Заполнением документа обычно занимается врач ветеринарной клиники. Место получения и правила оформления. Паспорт оформляется врачом-ветеринаром государственной клиники. Пустой бланк можно приобрести на месте и сразу отдать специалисту для заполнения информации. Сколько будет стоить данная услуга, лучше уточнять на месте. Образец пустого бланка международного паспорта. Обычно вид паспорт заводят, когда щенку впервые вводят вакцину. После процедуры в документ вносят запись о прививке. Поэтому чаще всего паспорт получает заводчик. Более удобно в обращении паспорта нового образца. Помимо информации о медицинских обработках, в них предусмотрены дополнительные поля для пометок, повторно именований разделов на международном английском языке. Обратите внимание. Любая запись обязательно заверяется подписью ветврача и печатью лечебного заведения, иначе данные не будут зачтены при прохождении контроля на границе. Печати кинологического клуба недостаточно для подтверждения информации. Какие сведения о собаке нужно указывать в документе. Нигде не оговорено, какая конкретная информация должна быть занесена в документ, и как нужно заполнить вид паспорт для собаки. Но существуют стандартные формы, которые обычно включают следующие поля. Данные хозяина животного, ФИО, адрес, номер телефона. Информация. О питомце, фото, возраст, порода, окрас, особые приметы, номер, даты и место установки чипа. Сведения о прививках, медицинских обработках. Операциях. Информация о потомстве. Данные о прививках содержат название и серии введенных вакцин и препаратов, сроки их действия и даты вакцинации. При указании сведений о чипировании удобнее использовать специальную наклейку с номером чипа, а не заполнять информацию вручную. Электронный чип, находящийся внутри небольшой капсулы, вводит подкожно в области холки с помощью одноразового шприца. Размер чипа очень мал, поэтому процедура не вызывает болезненных ощущений собачки, а сам чип не доставляет проблем животному в дальнейшем. Код чипа невозможно изменить. С его помощью идентифицировать животное могут в любой стране. Считывают информацию специальным прибором. К сведению, во многих странах принимают во внимание вакцинации и медицинские обработки, выполненные только после установки чипа. Все вмешательства, которые были выполнены ранее, не учитываются. Все разделы паспорта заполняются синей или черной ручкой на двух языках, русском и английском. Вид животного в паспорте – пример. Для беспрепятственного выезда из страны с домашним любимцем необходимо правильно заполнить документ. Раздел порода – брит заполняется согласно сведениям из карточки или метрики животного, полученной от питомника, заводчика. Для примера, беспородных животных записывают как халфбрит, метис. Пол собаки в паспорте – как указать. В некоторых разделах достаточно указать один символ. Поле пол секс заполняется следующим образом. Самец – мэйл эм, самка – фимэйл эф. Сведения о вакцинации и дегельминтизации – это наиболее важный раздел вид паспорта. Он должен быть заполнен максимально подробно, ведь на записи о вакцинации и других медицинских вмешательствах обращают внимание даже при перевозке питомца по стране. В некоторых странах придают значение сертификации и введенные вакцины. Поэтому желательно, чтобы запись о прививке сопровождалась специальной наклейкой с номером и прочими данными о вакцине. Сведения о прививках заверяются подписью ветеринара и печатью медицинского учреждения. Основные вакцины и процедуры, информацию о которых вносят в раздел «Тест на бешенство», особенно актуален для собак, которых берут с собой на охоту, не обязателен для перемещений внутри страны. Но въезд в некоторые страны с собакой, кошкой или харьком невозможен без этого исследования. Тест делают в лабораториях, прошедших государственную аккредитацию. Исследование проводят через месяц после прививки. Результат действителен в течение трех месяцев. Операции, включая стерилизацию. Фиксируется дата эфио-врача, проводившего процедуру. Дегельметизация и обработка от клещей и блох. Указывается дата проведения процедуры, наименование лекарства, дозировка лекарства. Дополнительно приклеивают наклейку и этикетки препарата. При самостоятельной обработке хозяин может вносить информацию в паспорт сам. При этом необходимо обратиться в клинику, чтобы ветеринар осмотрел питомца, заверил запись печатью и подписью. Вакцинация. Фиксируется дата прививки, название и номер вакцины, наклейка с этикетки от ампулы с препаратом. К сведению, для рожавших самок также указывают даты течки, вязьки и родов, количество рожденных малышей. Сколько действует собачий паспорт? Срок действия ветеринарного паспорта не ограничен независимо от вида документа. Оформив его однажды в самом начале, паспортом можно пользоваться всю жизнь. При этом необходимо ежегодно заново регистрировать паспорт в ветеринарной службе. Обычно процедуру совмещают с временем введения вакцин. Действие при потере ветеринарного паспорта животного. При утере документа его придется оформлять заново. Для этого нужно обратиться в место оформления утерянного документа. Если животное было чипировано, восстановление информации не займет много времени. Достаточно считать данные с помощью специального прибора. Чипирование собаки. Важно, при невозможности восстановления данных придется заново прививать питомца и проводить обследование, примерять размеры. Ведь паспорт для собаки – основной документ, который дает право перевозки питомца через границу. Даже если животное потеряется в чужой стране, паспорт поможет доказать право на собаку.